Чудо не случилось. Спортивный коллектив телекомпании Самары ГИС не смог третий раз подряд выиграть турнир по мини-гольфу среди областных средств массовой информации. Даже в профессиональном спорте стать чемпионом три раза за три года удается единицам. Что говорить о любителях? Тем более, что девушки Мария Левина и Валерия Куценко вообще впервые взяли клюшки в руки. Мы настроены на победу. Я думаю, у нас с Машей получится. Настроение у меня отличное. Для меня это вообще первый опыт игры не то что в мини-гольф, а в гольф вообще. Я впервые в жизни увидела клюшку, живые мячик, попробовала себя в этом. Это заряд, азарт. Хочется побеждать, хочется быть первыми. Мы, кстати, уже первые будем бить, забивать. Я надеюсь, выиграем сегодня. По два состава также выставили известный областной журнал. Остальные издания губернии играли по одной команде. Всего за кубок боролись 10 коллективов. В этом году телевизионное сообщество представлял только телеканал «Самары ГИС». Но от этого соревнования не стали менее интересными. Новички достойно сменили старожилов турнира, отметил организатор, директор областной федерации гольфа. Из всех турниров это самый любимый наш турнир. Почему? Потому что ребята почти все молодые, если, как говорится, не по возрасту душой, креативные, умницы, веселые. И у нас все соревнования проходят очень весело. Мы-то формат, скорее, даже не спортивный, а такой, как говорится, компанейский, что встретиться на свежем воздухе, поговорить, пообщаться в первую очередь. Но победителей, конечно, тоже важно выявить. Соревнования прошли в два круга. Стартовали с квалификации. За 9 лунок определили 4 лучшие команды. Затем две первые разыграли золото и серебро. Третий и четвертый – бронзовый кубок. В итоге, по гамбургскому счету, на 11 лунке чемпионом девятого турнира по мини-гольфу среди средств массовой информации впервые стала мужская команда известного областного журнала. А две команды «Самары ГИС», укомплектованные молодыми спортсменами, заняли пятое и десятое места. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.